Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Проденшал Файнаншал – это крупнейшая в США и в мире финансовая инвестиционная компания, под управлением которой находятся активы на сумму 1,4 трлн долларов. Это очень серьёзная компания, которая имеет большой вес и влияние не только на финансовом направлении, но и на медийном. Зачем нам нужно это знать? А затем, что бывший генеральный директор Проденшал Файнаншал Джордж Пол в свежем видеоинтервью на Ройтерс ответил всего на три вопроса. Что произойдёт с традиционными финансовыми рынками? Как на всё это повлияют президентские выборы в США? И что станет лучшей инвестицией в 2021 году? Я уточнил данные о компании, в которой Джордж занимал руководящий пост, чтобы вы понимали, эта фигура имеет авторитет. Несмотря на то, что вопросов было немного, интервью получилось довольно большим, но основная его суть такова. Огромные суммы денег будут течь в биткоин и перетекать в другие криптовалюты. Интересно заметить, что Болл в прошлом относил себя к противникам биткоина, а сегодня уже называет биткоин потенциальным защитным активом. Отвечая на вопрос, какие изменения инвесторы могут внести в свои портфели, он заявил, что считает криптовалюты очень привлекательными для долгосрочных и даже краткосрочных инвестиций. Джордж ожидает, что новые большие инвесторы придут на криптовалютный рынок после дня труда 7 сентября 2020 года. Именно поэтому этот ролик всем биткоин-холдерам лучше посмотреть до 7 сентября. По его словам, правительство не сможет стимулировать рынки вечно, а значит наплыв ликвидности закончится. Тогда богатые инвесторы будут обращаться к чему-то вроде биткоина. Причем главной мотивацией таких действий будет поиск чего-то, что не может быть подорвано государством. Судя по словам Джорджа Болла, все его предсказания станут более очевидными после дня труда 7 сентября и ближе к завершению 4 квартала этого года. Трамп или Байден, не так важно. Важна вся эта ликвидность, которая была закачана в фондовый рынок печатным станком ФРС. Нельзя просто все время ничего не делать и получать чеки финансовой помощи. И умные люди это осознают. Друзья, я покажу вам два отрезка, чтобы вы поняли, как именно Джордж Болл пришел к таким выводам. После этого я покажу вам всего два документа, которые доказывают большие деньги в биткоин придут. Причем очень скоро и для этого уже сделаны конкретные шаги, а настроения инвесторов, особенно в Европе, этому способствуют. Поэтому, если вам это кажется интересным, если вы хотите поддержать мой канал и контент, который я делаю, вы знаете, что делать. Проезд в этом поезде стоит один лайк, а я ваш проводник, поэтому спасибо за поддержку. Вы лайкаете мои видеоролики так активно, что я просто не могу не делать видео каждый день. А теперь интервью. В пятницу, 14 августа, индекс S&P 500 продемонстрировал флэт и вызвал сомнения относительно экономического роста. Наш сегодняшний гость, Джордж Болл, говорит, что лето не время сдавать назад. Давайте узнаем, что именно он имел в виду. Он присоединился к нам из Колорадо. Вы сказали, не нужно сдавать назад. Это лучшее время, чтобы пересмотреть свой портфель и, возможно, сделать корректировку или перестановку. Что конкретно вы имели в виду? Какие сценарии могут оправдать действия инвесторов по пересмотру их портфелей? Сейчас рынки находятся в состоянии, которое люди привыкли называть летней депрессией. Рынки страдают от скуки, от набора обстоятельств. Пандемия будет продолжаться до первого квартала 2021 года включительно. Затем будет вакцина. Сейчас мы имеем целый поток ликвидности, который выступает драйвером для фондового рынка и поддерживает его. Всему этому мешает риск предстоящих выборов. Вообще-то есть 71% вероятности, что победит Байден и, соответственно, 29% за победу Трампа. Это довольно достоверные цифры. Рынки ждут новой искры и эта искра придет в первую же ночь после Дня Труда, как это часто и случается. Портфели должны быть пересмотрены до того, как прогремит взрыв и, скорее всего, время это сделать прямо сейчас. Джордж, учитывая сценарий, который вы сейчас описали, какие действия должны предпринять инвесторы? Я так понимаю, что сценарий построен на возможной победе Байдена? Он построен на основе данных ирландских букмекеров. Коэффициент выборов 2,5 к 1 в пользу Байдена. Сама по себе победа Байдена не так катастрофична для фондового рынка. Если вы верите, что низкие налоги положительно влияют на корпоративные прибыли, то вы хотите, чтобы победил Трамп. Однако, анонсированная Байденом налоговая политика говорит о его мягкости в этом вопросе или, как минимум, лояльности демократов. Мы получим своеобразные 90-е годы. Так какие же изменения произойдут? Я думаю, что и трейдерам, и инвесторам нужно беспокоиться о том, что случится, когда они больше не смогут просто отдыхать. Я имею в виду получать все эти стимулирующие пакеты помощи и субсидии. Конец всему этому наступит ближе к завершению четвертого квартала. А трейдеры и инвесторы должны и, скорее всего, будут основательно пересматривать свои портфели. Скажите, Джордж, так в какой же актив, по-вашему, нужно инвестировать за пределами рынка акций? Я никогда не говорил об этом, и я всегда был противником блокчейна, криптовалюты, биткоина. Но если вы ищете возможности прямо сейчас, правительство не может стимулировать рынки вечно. Поток ликвидности рано или поздно прекратится. Правительство будет вынуждено заплатить за эту стимуляцию, за дефицит, за все эти умные субсидии для людей. Они существенно повысят налоги? Если нет, то им придется печатать деньги, а это девальвирует валюту еще больше. Даже возможно, что такие вещи, как ценные бумаги, обеспеченные казначейством, могут быть скоррумпированы. Очень богатый инвестор или трейдер, скорее всего, обратит внимание на биткоин или что-то типа него, как на базовый продукт. Ничего себе! Никогда бы не подумал, что услышу такое от вас. Мы уже слышали до этого, как Джейми Даймон отзывался о биткоине. Джейми частично повернулся лицом ко всему этому, не уверен, что полностью. Эта идея не так велика, чтобы искать в ней налоговое убежище. Представьте себе что-то, что не может быть подорвано правительством, и это что-то не обесценится, если валюта станет бесполезной. Как минимум, если будет достаточно инвесторов, которые поверят в это. Если такие инвесторы все еще будут хотеть торговать акциями, куда они будут вкладывать свои деньги? Сегодня там нет хорошей доходности. Так что биткоин или другая криптовалюта становится очень привлекательной инвестицией. В долгосрочном варианте, если я хочу найти безопасную гавань для своих денег. И в краткосрочном, если я хочу делать спекулятивные ставки. Я думаю, что именно в этом направлении пойдут люди после дня труда 7 сентября 2020 года. Значит, это биткоин? Спасибо, Джордж, за ваши инвестиционные хитрости. Вот так, ребята, Джордж Болл, бывший генеральный директор огромной инвестиционной компании, которая управляет активами на сумму 1,4 трлн долларов, советует покупать биткоин. На самом деле, ребята, как сейчас можно быть медведем? Если вы хотите попробовать шортить биткоин, сейчас попробуйте. Но я говорю вам, годы медвежьего рынка нас приучали к тому, что биткоин нужно только шортить. Нас приучали к тому, чтобы ставить под сомнение возможности для роста и искать только причины для падения. Но сегодня большие деньги уже идут на крипторынок. Некоторые из них уже в биткоине прямо сейчас. И еще больше ожидает нас впереди. И это не пустые слова, сейчас я вам все это докажу. 26 августа 2020 года стало известно, что президент Фиделити подал заявку в комиссию по ценным бумагам и биржам США на создание нового исключительно биткоин фонда. Он будет требовать от своих инвесторов минимальной суммы инвестиций в 100 тысяч долларов. Задумайтесь, минимальная сумма инвестиций от одного инвестора будет 100 тысяч долларов. Эти ребята из Фиделити точно не размениваются по мелочам. Они говорят не о розничных инвесторах, а об институциональных. Генеральный директор OnRamp Invest Тайрон Рос говорит, что минимальная сумма инвестиций в новый фонд Фиделити говорит о том, что у них нет ближайших планов по расширению предложений для розничных инвесторов, но они хотят сосредоточиться на более богатой институциональной стороне бизнеса. Также он добавляет, что Фиделити это уже такой бренд, с которым другие инвестфонды или кастодианы просто не могут сравниться. И я был бы не я, если бы не нашел заявку Фиделити на официальном сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая, во-первых, подтверждает создание этого нового биткоин фонда, а во-вторых, предоставляет доказательства того, что минимальная сумма инвестиций в биткоин фонд Фиделити для институциональных инвесторов будет составлять 100 тысяч долларов. Так что, ребята, да, большие деньги уже готовятся. И это официальный документ, который это подтверждает. Раз речь пошла о Фиделити, я нашел отчет об институциональных инвесторах в цифровые активы от 9 июня 2020 года. Это очень интересное исследование, которое я прочел от корки до корки. Если хотите, я оставлю его у себя в Телеграме, а ссылку на Телеграм оставлю в описании под видео. Если вы еще не подписаны на мой Телеграм, обязательно подпишитесь, я там выставляю интересные документы из своих видеороликов. Вывод этого исследования. Цифровые активы становятся все более популярными среди институциональных инвесторов. Почти 80% всех опрошенных инвесторов нашли в них что-то привлекательное. 36% заявили, что в настоящее время инвестировали цифровые активы. А 6 из 10 опрошенных считают, что для цифровых активов точно найдется место в их портфелях. Интересно отметить и то, что эти цифры, ребята, растут из года в год. При этом биткоин остается выбором номер один среди цифровых активов. Его выбрали 25% инвесторов, 11% предпочитают эфир. Комментируя результаты исследования, Том Джессоп, президент Фиделити, сказал, «Это подтверждение наблюдаемой тенденции растущего интереса к новому классу инвестиционных активов и их принятию. Это становится очевидно, когда мы изучаем составы портфелей наших клиентов, в которых наряду с пенсионными планами есть и криптовалюты». Подытоживая, большинство институциональных инвесторов, а именно 6 из 10, считают, что цифровые активы достойны быть в их портфеле. 20% из них считают, что криптовалюты – это отдельный, независимый класс активов. А это означает, что они видят в них определенные преимущества по сравнению с традиционными активами, такими как хедж-фонды, частный капитал, недвижимость и так далее. Ведь цифровые активы более ликвидны, требуют меньше затрат на транспортировку, транзакции и хранение. Ребята, и это еще не все. Мы все знаем, какой хайп сегодня переживает рынок DeFi. Недавно он побил очередной рекорд. В нем оказалось залочено 6 миллиардов долларов. Я хочу показать вам этот путь, чтобы вы поняли перспективу. Спенсер Нун посчитал эти тайминги, за что ему большое спасибо. 100 миллионов долларов DeFi набирал 160 дней. 500 миллионов, еще очередные 495. На 1 миллиард DeFi пространство потратило 263 дня. 2 миллиарда, 146 дней, 3 миллиарда, 20 дней и 6 миллиардов рынок DeFi достиг всего за 4 дня. Вот это разгон. Но все мы понимаем, что так продолжаться долго не может. Рано или поздно будет коррекция. И мне кажется, что после первой серьезной просадки этого рынка начнутся массовые покупки биткоина. Даже если всего 10% от этих сумм вернется на рынок биткоина и других монет, это уже будет хороший толчок. Поэтому, ребята, ждем 7 сентября и посмотрим, оправдаются ли прогнозы Джорджа Бола. А меня зовут Богатейший Ди. Если видео вам понравилось, поставьте ему лайк. А также подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok